зато есть что обсудить не называйте меня хохлом я сниму микрофон и уйду с интервью скажите да когда можем или вы хотите показать ракурс на всякий случай какой ракурс 1 нормальный парень в программе какой нахуй ракурс блять я что троюродный брат крутого какой ракурс пишет мне я даже не понял вопроса лауреат сан-рэму 2021 какая рабочая сторона у вас задняя мездеда мудхан так ответить на вопрос хорошо воспитанные киевские девчонки я вспомнил олешка мне говорят снимаем меня так какая блять я отец восьмерых детей какая сторона рабочая это было раньше на тебе мы готовы лучшее что я произнес я уже произнес начинайте когда я вас спросила если запретная тема вы сказали что запретных тем нет хотя сейчас звезды очень опасаются говорить на то звезды мы португальские крестьяне мы португальские крестьяне бороздящие землю доставшуюся наследство от бабушки какие запретные зоны ты публичный человек публичный человек имеющий запретные темы это как сказала была пугачева если знала это слово оксюмурон публичный человек который очерчивает круг тем в разговоре с красивой девушкой из киева это нонсенс воплощение абсурда это дом для прокаженных публичный человек не должен никаких запретных тем иметь и не должен указывать интервьюирующему о чем спрашивать о чем нет иначе бы какой смысл в общении давайте с вами договоримся не всегда понятно где вы шутите где нет дайте коротенькую инструкцию как понять когда шутят от аркушина швили у меня рожа еще глупее чем в оригинале когда я шучу я намеренно строю рожицы чтобы например когда я на федеральных каналах ток-шоу строю предложение смысл которого никто не понимает и каждое слово гуглят по 30 секунд я хихикаю тогда вы поймете что я дурака валяю но когда я говорю вот то что сказал об отношении к запретным темам сейчас и я не хихикаю я говорю совершенно искренне от своего продажного сердца и я приходил на ток-шоу которые любят футболисты киевского динамо и житомирские проститутки называется что было дальше и должен вам сказать что молодая аудитория совершенно не знала кто я такой также как не знал равно заметьте ударение передайте дмитрию гордону равно не равно равно одно и то же говно а принципиально разница равно как не знали богдан титамира михаил шуфутинского то есть при мне градус возбужденности молодой аудитории к моему огорчению исчез а аудитор значит у них живьем записываются при большом скоплении бездарных молодых людей нихуя не образованных в помещении я шел сквозь толпу и меня оглядывали и с одной стороны конечно неловко потому что для людей за 40 лет я все равно что андрей шевченко для поклонников милана но молодые не знают хочу вам сказать совершенно искренне сейчас вы меня упредили насчет того что где провести границу между мной хихикающими серьезным это не удар по самолюбию настали иные времена ты должен интегрироваться в них и я подумал сейчас я разнесу ваши чертоги из псевдо юмора с такое в такое удовольствие говоря про вашу аудиторию ходят слухи вы не должны испытывать представление меня никаких затруднений журналистишка можете так вот это была шутка сейчас это я понимаю какой период своей карьеры вы можете назвать пика это скорее всего акулы пера нет нет скажу вам девушка с подозрительно красивым именем именем это конечно разбор полетов с литвиненко в киеве я после долгой паузы вернулся к работе вернулся с помощью совершенно альтруистически боготворивших меня людей в киеве эту природу этой симпатии мне трудно понять годы спустя поскольку во мне нет филиппа бедросовича этого не понять любимому певцу города николаева во мне нет нарциссизма я до сих пор ломаю башку как канал интер позвал меня неработающего к тому моменту заплывшего жиром косноязычного и и колченогого ублюдка на работу на ток-шоу с юлия литвиненко из чего они исходили я приехал в киев лучший период карьеры эта работа с юлия литвиненко и на ток-шоу разбор полетов лучшие при упоминании каковой программы у меня до сих пор увлажняются глаза мой друг киев той поры лучшая пора моей жизни лучший период моей жизни люди от костелянши до горничных лучшая пора долгое время вы очень долго сидели в качестве эксперта на шоу малахова в том числе прямой эфир сейчас почему-то вас не так часто там можно наблюдать почему не ищите подводных камней в грузинской реке риони с чем связано это я нет 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 перестали звать меня зовут чаще чем дмитрия пескова откликает владимир путин но мне нравится другая программа не программа где обсуждают групповухи шурыгиных я пойду и туда когда когда с деньгами туго но мне нравится сентиментальная его программа привет андрей мне нравится когда я могу пойти и сказать почему я вспоминаю о том что я homo sapiens когда звучат и звучит песня из фильма девчата отчего 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 на хорошо от того что ты прошла по переулку тварь на субботний вечер бесплатно или тоже за деньги я не делаю бесплатно ничего когда вы поняли что вас не сильно любит эрнст никакой неприязнь с его стороны нет иначе они не звали бы меня туда знаете думаю что есть дорогой мой человек я думаю есть настороженность в отношении меня наверное за вашу оппозицию нет нет какой я самый неприкасаемый индийский лесоруб в стране до этого не доходило до моих воззрений только однажды я имел проблемы поехав киев и на вечеринке радиостанции сказав и дошло про крым и говорю но не но раздражают ваши вежливые человечки и вот это вся ваша поебень которую вы придумали как утром быстренько за 15 минут и на 8 грузинских лари вы провели референдуме ответили 4 заблудыги и 2 шлюхи и вы завладели чужой территория как ты можешь так говорить откровенно делали все знают ну юродивый у меня роль юродивого у вас антологический статус внебрачная дочь шернстоун у меня антологический статус придурок он мне помогает но настороженность почему с пяти утра он такой энергичный почему кутаистское чмо самое дисциплинированное и лучше всех по-русски говорящие а следственно мыслящие высочайшим образом я думаю настороженность манера поведения и иначе я не вижу никакого объяснения здесь я никогда не переходил дорогу никому отец того позвонил а те мама этого секретаря обкома шлюха тот во львове пректор университета давайте он народный давай моего сына возьми в команду и тот думает с точки зрения стратегии кто мне важен конечно тот и тот а это кто ну кто это ну да лучше всех говорит да пять секунд его обсуждать будет вся страна вот на эти пять секунд его и позади оси а какие прогнозы вы можете дать по поводу телевидения вам не кажется что даже вот эти ток-шоу они но чуть-чуть устарелые уже я понимаю почему люди говорят интернет похоронит телевидение нет он его не похоронит и больше скажу очень резко при всей симпатии к вам совершенно очевидной симпатии скажу вам он никогда его не похоронит потому что на первый план выходит специфика обеих стран украины и россии простите господа националисты что я ставлю на одну доску две великие страны специфика наших людей в том и специфика связанная с мозгами то что вы молодые 18-летние называете ментальностью грузинским словом люди все равно будут смотреть телевизор никаких прогнозов эсхатологических о похоронах телевидения я говорить не буду все равно люди будут смотреть телевизор это связано повторяю что мозги у нас антикитайские антияпонские и антиамериканские люди по-другому славянские люди по-другому устроены кавказские люди по-другому устроены его и в этом смысле житель харькова хоть житель харькова и одессы ничем не отличается от жителя самара и комсомольска на амуре до юра дуть и вот все ваши безродные родственники все это очень хорошо и отар хорошо как он хуярит смешно хорошо весело но телевидение останется всегда всегда она будет сколько я слышал я переехал в москву девяностором году радио не будет телевизор не будет книжные продукции не будет ну и где что а как вы ощущаете себя в профессии нет ли вот этого ощущения что пришло молодое поколение и чуть-чуть шпана молодая которая сотрет во то есть вы пришли я чувствую ну куда 18 лет вам большое будущее если я в нем поучаствую но вы я слышал замужем поэтому поэтому я себя осаживаю а говоря про серьезно теперь без хихиканья как вы меня и просили я даю вам по сигнал и сейчас скажу серьезно я чувствую себя комфортно везде вы даже не вообразить не можете насколько я комфортно себя чувствую в россии в украине да передайте российским ведущим вашей троюродной сестре ольге скобеевой в украине не на в гарик харламов разразить тебя диарея не украинский а украинский что к тебе сзади подошли гомики из днепропетровска я чувствую себя и в днепропетровске и на подоле киевском и на бандитских разборках очень комфортно собственно говоря моя способность мимикрии моя способность менять окраска хамелеон попахивает конюнк турщиной но это помогло мне выжить я могу найти ли и общий язык с любым человеком даже не дружелюбно настроенным против меня и про что теперь как касаешься профессии я видел своих ровесников с потухшими глазами начиная с конца двухтысячных когда уже умерла программа акулы пера и когда люди говорили от регины мяник дуэлили гостаева чем нам теперь заниматься но я совершенно спокойно знал чем я буду заниматься развлекать людей я клоун высокой квалификации высочайший нагиев должен за мной одежду носить и варить мне кофе на гастролях вот какой я квалификации это вопрос об эрстине моей недооцененности во-первых чтобы обойти меня нужно вернуться к одному из ваших вопросов я улыбаюсь но это не хихиканье просто идем не доставляет удовольствие это произнести вслух во первых чтобы хотя бы приблизиться ко мне нужно много читать вот и ваш ответ ответ я в безопасности я окружен долбоебами как я могу кого-то бояться если люди слове солнце делают три ошибки вот вы как интеллектуальный человек объясните мне в чем феномен соловьева я у кого не спрошу говорят ой да кто его смотрит да смотрят миллион рейтинги говорят об обратном он популярнейший человек популярнейший человек и вообще вот эти разговоры отправил ну он чтобы он сдох и вот это это интонацию отринем сразу значит отрицать что у него айки выше эфелевой башни надо быть таким узколобым его критиканом что он образование образованнейший человек дмитрий быков да например полагает что образованность не есть оправдание того что он делает в эфире я могу сказать что я считаю этот вопрос очень актуальным гений и злодейства талант не имеет отношения к морали вообще должен вам заметить на предмет на случае если вы захотите втянуть меня в какую-то дискуссию или кто-то из тех кто посмотрит программу ходят слухи я с ним разговаривал третьего дня мы работаем в одной компании им продакшн количество информации перевариваемой соловьевым течение дня ужаснет даже такого же образованного да извинит он меня за аналогию как такого светоча как дмитрий гордон почему они не могут найти общий язык и ненавидя друг друга может быть зачастую имитируя эту неприязнь и ненависть потому что они кон гениальные равноценные титаны титан рыбак рыбака видит издалека придерживающиеся совершенно противоположных взглядов не трогая сейчас то что пропагандирует соловьев по крайней мере в отличие от 60 минут российского телевидения когда он улыбается я вижу перед собой позднего тарика мы шутили друг на другом я говорил ему как сколько же миллиардов он зарабатывает вместе вот уверяю вас человека с более тонким чувством юмора недооцененным в эфирах потому что в эфирах он занят другим чем он занят я не могу понять но я не могу бы я будучи его товарищем чтобы не осложнять наших отношений я на эту территорию не лезу потому что я и он и и и он это знает и я знаю я не разделяю ничего из того что происходит студии программа его программ множественных когда рассматривается проблема донбасса в эфирах соловьева и вы говорите как может человек трезвомыслищик нести такую хуйню вы бы вы должны понимать что с точки зрения профессии он делает все идеально я иной раз когда смотрю на ваших идолов ну долбаева я думаю вот до какой же степени человек убежден в той галиматье которую несет это касается и ведущих украинского телевидения которые от ненависти не находят себе места я продаю их не знаю по фамилии я фрагменты видел в чем разница по степени азла по степени умения озлоблять людей придурки одинаковые придурки одинаковые знаете есть английский сериал который сделан по сценарию спижином у меня британцами очень английский скандал очень хороший рекомендую лично хорошо идиоты везде одного племени люди говорящие ненавидьте русских не меньшие кретины чем программе 60 минут говорящие ненавидьте жителей херсона но это одинаковые идиоты отвратительные местечковые смирдящие мрази я бы когда я попаду к вам туда а теперь я попал ходят слухи значит все ближе я к государственному телевидению украины сказал бы ну ну перес ну 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 хватит мазафака уже ну заройте этот топор заржавевший уже хватит убивать людей ну хватит уже это дело понятно что ко мне мало кто прислушается и вот заканчивая ответ на вопрос трудоголизм помноженный на абсолютно классическое воспитание с огромным количеством книг точное понимание им самим что талант не имеет отношения такой хрупкой морали к такой хрупкой категории как мораль что удивит анну седокову вашу троюродную сестру делает его недосягаемым по части профессии если я спросил его 13 миллиардов рублей в месяц все-таки или как мне говорить про вас ненави я на вы с ним мы на вы мы на вы с ним как с вами я говорю 13 миллиардов рублей что мне сказать людям дмитрию гордону что сказать при встрече 13 миллиардов миллиардов и он был он останавливается во дворе того офиса где мы работаем и говорят что вы все время занижаете мне цифры это лучший ответ я написал дмитрию ильичу 25 миллиардов чтобы у него сон был лучше слаще в феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон об информации информационных технологиях и защите информации если коротко они обязали соцсети удалять течение суток публикации с нецензурной с незаконным контентом которым попадает и нецензурная брань как считаете вот такой закон действительно сделает соцсети более интеллигентным нет никогда не сделает ничего этот вопрос кстати он будет иметь ровно тот же обратный эффект каковой обратный эффект каковой имела борьба с алкоголем бывшим нашим общим советском союзе придурком по имени егором лягачевым затеянная никогда запреты не образовываю вразумляли людей никогда запреты которые с по сути своей унижают человеческое достоинство если эта группа ленинград поющая матом это некое подобие искусства хотя у меня ни одного хорошего слова в адрес шнура нет особенно после того как он обратился в полицию из-за иосифа пригожина очень показательно для того в кого мутируют якобы вчерашние дерзкие парни но если это ленинград это мини спектакль с обценной лексикой если моя мама покойная светлой памяти матюгалась вот вам не пойдет мат только в узком кругу а лера кудрявцева на съемках делает так например она говорит камера выключена да там столько слов что футбол ну я не знаю кто мир чалуческу остолбенил бы от ее матом я если очень злюсь я тоже мать но но как бы вы не материте вы же все равно вы материтесь и хорошо что вы это делаете это способ выпускания пара запрещать людям выпускать пар 2016 году вы пытались занять вакансию на украинском радио вести но получили отказ вы понимаете причину отказа я не понимаю причину отказа мне сказали что я неудачно пошутил в адрес арсения и ценюка тогда он был премьер-министром тогда он был премьер-министром я был изрядно удивлен поскольку должен вам сказать я выходец из грузии где демократия всегда была в большей части чем в этой части фаворе больше чем даже в киеве я всегда полагал украину страной раскрепощенный да как определенный я ни одного худого слова в адрес вообще я я связываюсь в москве драку в драку и вам подтвердят это все в останки на его нам на всего и на нтв и на первом канале когда я слышу про моих украинских друзей хохол я ввязываюсь тут же в матерную драку и знаете кто первый об этом сказал виктор ющенко отравлены да он говорит не называйте меня хохлом я сниму микрофон и уйду с интервью я пожал ему культяпку и я сказал про я ценюка что он напоминает мне персонажа из мультфильма он всем напоминал этого персонажа и все это говорили так они не нашли ничего другого думают ничего себе а тару изучает лову я отказался от переводчика в программе говорю сам хочу им дошел до такой степени понимания мовой что приходили люди едой запрещал литвиненко переводить мне на русский они говорили на украинском а я сам отвечал на участвовал развали на русском что мне трудно было говорить это вызывало такое уважение и такую симпатию ко мне от людей старшего поколения что я приехал ну а как же я работаю в центре киева и не делаю попыток изучать язык это же ужас что мир чалуческу который у рината ахметова забрал 16 бюджетов ввп латвии 32 никарагуа и даже обобрал доминиканскую республику с трудом через рупор и только после восьмой дорожки кокаина произносит здоровенькой булы но это оскорбительно ты жил в стране 20 живешь по прежнему 20 лет перебежал кстати за деньги в команду которую ненавидел просто невероятная история зато есть что обсудить конечно 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 и и скажу значит я я подумал это какой-то я уже подписал бумаги юлия литвиненко украинская журналистка сделала все чтобы я переехал а потом на мое место воссел павел шеремет несчастный его взорвали несчастного светлого парня и до меня доходит что это роль утреннего ведущего моя ну навряд ли я до такой степени был бы кому-то интересно чтобы меня взрывали тем более что он женился на местной аборигенка очень известной как вдова черная или какая-то да да и понятно но я должен был работать ведущим именно в том кресле да там же над вами еще в твиттере пошутили до до побачения вам написали да 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 служба безопасности украины это красивейшие слова значит 28 марта 2016 года служба безопасности украины запретила вам въезд на территорию страны на три года из-за того что она они посчитали что вы выразились оскорбительно в адрес премьер-министра украины арсения я ценю да так было мне сказано да уже 2021 год вам сейчас разрешен есть да мне решен въезд но теперь как туда въехать люди которые задним числом посмотрят указ из-за которого мне закрыли въезд то есть этот человек всегда был на нашей стороне а мы ему закрыли въезд и приписали оскорбление какого-то там шесть дней бывшего на посту и этот человек рисует рискует своей карьерой и встает грудью на защиту украины в эпицентре московского телевидения вот кто-нибудь первый же это должен был к этому прийти он рискует жизнью рискует этими заявлениями сколько я потерял я скажу вам сколько я потерял заказных концертов в качестве в крыму категорически и когда меня спрашивали почему потому что я должен вернуться к друзьям в киев тихо не говори так не говори тебя выгонят и оттуда тоже нельзя в россии говорить так я не поеду в крым его признала только абхазия да и то я должил денег вы когда резко высказались по поводу аннексии крыма количество ваших друзей сократил да нет так чтобы у вас было представление о моих друзьях об их человеческом содержание мы можем придерживаться любого в любых взглядов если я знаю что рамина которая меня связывают сентиментальные теплые отношения убеждена в какой-то позиции с не совпадающий со мной воспитанный человек вообще с моей воспитанный человек вообще не коснется чтобы не испортить отношений я никогда со своими друзьями если чуть завижу и позицию не совпадающую с моей не порчу отношения из-за но когда мне говорят когда мне говорят по поводу сбитого самолета по поводу которого уже доказано все что можно я говорю вот я взращен в кутаиском дворе если я напортачил мне не вот мне не хочется потому что папа меня никогда не бил мама видно что я не безнаказанный вырос поэтому такой ублюдок и чтобы меня любили все но если мне нужно признать вину наберись мужества потому что тебе теряешь уважение а чтобы завоевать уважение папа и мамы я и в армию пошел служить хотя была возможность купиться вот как мне дороги были если человеку дорого мнение людей всего земного шара ну признай ты уже то в чем сомнений нет вообще ну вот просто сказать и тут же вернуть себе величайшее уважение но это очень опасные вещи которые появившись в эфире программы ходят слухи снова будут не грозить тем что я узнаю только через многих людей что например татьяна лазарева воспылала ко мне страстью за мою честность а вот тот кто мне раньше не симпатизировал кто-то там который мне симпатизировал считает предателем но мне они об этом не говорят что должно произойти чтобы закончилась война на донбассе и россия признала аннексированный крым только воля верховного главнокомандующего и я хозяин я куратор хозяйства ранчо есть такой сериал посмотрите как красиво постарел керин костнер yellow stone вот и у меня ранчо yellow stone вот у зеленского другое ранчо в один день это один звонок один мазафака звонок я даже готов текст написать для звонка но позади столько смертей позади столько гробов полученных пережившими своих сыновей дочерей мотив матерей столько безутешного безутешных матерей отцов столько братьев и сестер обездоленных из-за совершенно безутешного бессмысленной бойни что я не знаю кто это остановит не знаю кто это остановит когда в сериале молодой папа потом новый папа мы видим джуда лоу в роли человека пришедшего из это болото взбаламутившего своим хулиганским рокерским поведением это сериал попробовал в жизни ватикан его вы сзади отъебли сразу журналист дмитрий гордон говорит о том что высших эшелонах власти и провластных структур украины много агентуры кгб как вы думаете это правда к ужасу вящему ужасу владимира удольфовича соловьева которого я обожаю я в равной степени обожаю гордона ко всему что говорит гордон я отношусь очень серьезно могу я и кривляться ерничать на эту тему но я отношусь к нему серьезно он никогда как потом показывает практика нищего не оперирует фактами не имеющими под собой оснований ведь многие не верили что виктор медведчук до того где будет дерзким что приедет в разгар пандемии путину показывая за кого это движение существующая в украине за кого на поверку и я сидел я глазам не поверил он встречается с владимиром путиным медведчук я выронил стакан с вискариком я нахуярился я говорю и эти люди не пускают меня я лучший друг первейший друг украины и тут центре сидит он и сидит и рассуждает о будущем украины конечно это очередная иллюстрация на тему что не все так просто что но многие там могут оказаться но тут так что ведь что что тут важно важно заметить что не 6 мосад кгб вся вот это вот поебень рассосавшиеся по миру шпионские службы на то и существуют чтобы внедряться в организм кто профессиональный вопрос не думаю что господин зеленский которого я теперь не могу называть из почтения к статусу товарищем президент зеленский не догадывается что люди которые примкнули к движению о котором я сказал выше не хочу просто его рекламировать ведомые парнем тестем или кумом путина ну и ну но если есть это наверняка там есть и агенты думаю что есть думаю что есть и думаю не один и думаю не один десяток но ровно так же я думаю что в москве питере в казани комсомольске на амуре какую-то свою миссию выполняют и агенты с был ну почему нет это широкомасштабная по всем направлением война если бы я стоял во главе ее я бы использовал в том числе такое ювелирное искусство которое бы работает количеством потом как количеством которое переходит качество медленное вызывание эрозии шпионская служба да я считаю что слова гордона много правды много наверное есть фактическая подоплека но я считаю что это улица с двусторонним движением вы знакомы лично с саакашвили нет не знаком саакашвили когда я учился в университете до изгнания оттуда а он еще не переехал за рубеж мне рассказывали про него что он очень похож по энергетике на меня говорит у нас уже был здесь один на лужайке устраивал он всегда был сверх инициативный а я очень люблю жувиальных людей переполненных энергии я обожаю сумасшедших людей а в обожаю полных силы и огня людей а он точно полон силы и огня точно я скажу вам забегая вперед когда в одном предложении меня просят что он сделал для грузии он вернул грузинам мысль о необходимости работать потому что как бы покрасивше сказать чтобы пол киева сейчас схватилась за склянки он вернул грузинам необходим не мысль о необходимости работать потому что он публично провозгласил политику необходимости работать синонимичное возвращению достоинства и грузины стали вставать 5 утра когда я сказал об этом на одном русском канале больше меня туда не звали потому что я похвалил тоже еще одного врага он заставил грузию вспомнить что такое достоинство что можно работать а не бить баклуши и обсуждать как кругом хорошо у нас плохо что он точно сделал наполнил радостью жизни жизнь стариков которые впервые стали получать пенсии не не с опозданием 6 лет а день в день что он натворил наломал дров и не знаю еще о чем именно хотите вы меня спросить я сразу обрисовал его историческую миссию грузин встающий в 5 утра это депутат который знает что такое совесть такой же такие же сапоги в смятку а его любят в грузии но огромное количество людей его любят а особенно сейчас когда разлюбили бедзину и ванишвили на которую возлагались большие надежды понимаете тут история ведь связано это вопрос антропологически людям не нравится сумасшедший все время двигающийся я знаю по себе кому как не мне об этом судить ну вот вот человек вырывай вот люди с богом говорят через форточку врывается отар или миша сагашвили ты больной к нам сейчас шлюхи подойти кокаин привезут что ты орешь дай пожить и вот он вторгся в это царство и заставил всех двигаться шевелить конечно у такого психотипа у такого архетипа априори большое количество недоброжелательный критиканов но чем хороши чем хорош наш с ним сомнительный архетип и людей обожающих нас огромное количество не знаю кто перевешивает но учитывая что теперь грузии все чаще звучат голоса чтобы дезавуировали отменили похерили уголовные дела заведенные вот этой властью против него чтобы он вернулся и снова спас и все чаще и я звоню туда и спрашиваю эти настроения крепнут до огромное количество по-прежнему убеждена а убеждено что лучше правителя в грузии не было очень давно и собственно его именем исчерпывается этот список я отношусь к людям революционного склада пусть даже их манера поведения не очень мною понимаемо с величайшим почтением вот что я хотел о нем сказать ну когда он попробовал на украинском телевидении себя в качестве ведущего ток-шоу вот на мою территорию на мою территорию не хуй лезть и вы смотрели интервью тины кандалаки дмитрию карту да вот после этого я понял значит какой очень смешная шутка у меня родилась со мной сидели дети которых у меня больше чем у кандалаки волос на голове и говорю вот кризису дяди гордона какой он вот так теперь зовет гостей свою программу на улице прям вот до того ему не с кем поговорить а я никакого зума не приемлю никакого вот этого зум только только с вами только на глаза глаза не передает это как я маленький как я маленький экран ну что это такое человек должен знать что я нуждаюсь лечение полном объеме столько самолюбования со стороны барышни бессмысленная беседа совершенно и сразу видно что он скучает по отарику с ним пока вот это блять как же это изобразить то вот надежду крупскую загробной жизни все все знают о жизни все кроме меня и может быть иванушек интернешнл до третьего стакана виски а после они тоже знают все знают и когда поверившие что оракул в юбке что она сказала про саакашвили то что он выдающийся фальсификатор фальшивый реформатор фальшивый политик фальшивый грузин и теперь уже фальшивый украинец ничего кроме долгов ошибок и потерь территории этот человек грузии не принес но совершеннейшая дичь совершеннейший поклёп совершеннейшая хуйня совершеннейшая омерзительная точка зрения диктуемая только желанием понравится владимиру владимировичу и этому как бомбинтон медведеву совершенно неприемлемое оскорбление но если тина канделаки становится во главе спортивного канала имеющего корни в газпроме так чего вы от нее ждете она будет говорить ровно фальшивый фальшивый ну ты ну тогда давайте да каждое слово процитированное вами есть надругательство и глумление над правдой никаких потерь потерь территории имеется ввиду абхазия и цхинвал и всю осетия это трагические последствия трагические последствия не потеря им самим не надо приписывать им ставить ему вину это трагедия миллионы людей расколото расколото общество это как песня группы кино мама мы все сошли с ума он попал в эпицентр этой войны но что касается фальшивый грузин фальшивый украинец сейчас я не буду про пятый пункт в паспорте относительно ее ну вот давайте возьмем канал матч тв который она возглавляет она возглавляет газпром алексей миллер самый вхожий как владимир владимирович человек как она будет иначе рассуждать украинец на дур здесь другое интересно вот она во главе канала да вот есть кушанашвили из человек который изобрел спорт почему тина канделаки зная что я 7 лет безработный будучи мне другом блять почему вас не позвала на почему не потому ну если я научил играть футбол чезару мальдини если я котировался выше чем ранний марадона и она знает что о спорте лучше никто не рассуждает почему псевдо грузинка тина канделаки человека многодетного сводя который числился ее другом едва сводящего концы с концами и об этом знают все даже жители воронежской губернии что мне нечего было есть а тем более если бы не мои товарищи моим детям почему она обворовав государство на миллиарды рублей блять не дала мне денег на картошку фри не даруя мне их а пригласим хотя бы на роль корреспондента а я до приед до переезда в киев не чурался никакой работы лишь бы а я извините меня был уже потлаты джон бон джови я был акулах пера меня узнавали все а я мыл полы на вокзале и она прекрасно об этом знал и такой человек выступает в роли международной панорамы эфир из бишкека ну ёптвою же мать а ну ёптвоя бьёптвоя псевдо оракул в ночи бы свеча в ночи бы мать и ну-ка ну какой сумма материального ущерба через канал матч-тв причиненного тиной отаровной кандилокадзе российскому государству это восемь бюджетов приднестровья на 300 лет вперед так что давайте нашли кого цитировать вы были знакомы с каха бенекидзе конечно был интервью брал у него конечно еще один одиозный реформатор именно слово одиозный вы же понимаете так и что считаете что его вклад в развитие реформ в грузии и украины был особо значительно гигантским даже я не разбирающийся в экономии я же не канделаки я мало чем разбираюсь только в совести в деторождении знаете как аленделон я делаю две вещи хорошо ошибки и детей вот так же и я брисящая шутка потап спизди вот твои концерты стали теперь бледно проходить без меня такие реформы априори обреченные на негодование широких слоев населения не понимающих тонкости это надо затянуть пояса над манера в которой он требовал этих сокращений выплат и так далее было залихватской о объясняющейся его аристократическим происхождением поясняю я из низов кутаи кутаиски город воров в законе я из промышленного района у нас не у нас хитро вот канделаки на приеме у путина вот бендукидзе из аристократической верхушки по которую снят фильм не горюй где человек оскорбленный поцелуем в жопу для того чтобы отомстить уединяется в горах а потом князя просто сделать то же самое это я смотрела не горюй на пойти это величайший самый недооцененный фильм донелья так вот бендукидзе выходец из предстоит на носителей кости другой он говорит прямо ублюдок ублюдок уволен ублюдок если отар что ты сдох может быть тебя машина переедет чтобы не было необходимости тебя увольнять и жена твоя сосет у соседа жена твоя шлюха ты уволен все вот такой вот так конечно это раздражало людей но отвечая на ваш вопрос горжусь что в смысле крови имею отношение крупнейшему реформатору наших времен я думаю что многие ученые головы многие маститые люди разбирающиеся в экономике в украине в том числе подтвердят что это был туз фигура значительный человек многие в украине говорят о том что их жизнь разделилась до и после до весны 2014 и после вы можете сказать что ваша жизнь не разделилась на до и после августа 2008 года я не 2008 я оказался совершенно неудел в очередной раз после 2016 когда мне не дали работу на радиостанции в киеве и мне нужно было платить по счетам я гораздо более приземленный человек у меня пятеро пацанов и трое дочерей когда что-то происходит с экономикой моей жизни у меня мысли как я мог допустить что они голодны я думал о детях от отъем абхазии и аннексия цхинвала южной осетии это как сейчас история с нагорным карабахом это навсегда но это такая болезненная тема нужно очень осторожно не рассуждать но это не имело для моей жизни и на меня такого воздействия не имела для меня такого значения и не имела на меня такого воздействия как лишение работы я ехал на контракт и я должен был отдавать долги и это стыдобище которая была видна во мне и по мне и по глазам и помо что я не мог вернуть долги людям когда я вернулся в москву и из-за каких-то одного предложения про мультфильм яценюка страна которая я выходил на улицу из гостиницы я парализовал парализовывал движение а когда я дружил с кузьмой скрябиным мы появлялись где-то оба волосатые вот такие как грузины и украинец могут так похоже быть его обожали все же кузьму обожали все кузьма был человеком тончайшей выделки ручной работы и так страшно ушел из моей жизни в том числе и мы ходили с ним я должен был вернуться эта работа в очередной раз украина приутил приутить меня хотела я был я был у меня оставалось до выезда в украину я собрал вещи и сказал детям я как футболист еду играть за хорошую команду я вас перевезу как только украина в очередной раз моей карьере когда был семилетний гости безработица и вот 2016 должна была спасти меня из всего вот что было поворотным моментом как будто ты любишь человека человек тебя отверг отвергает это как я любишь украину она говорит нет ты теперь враг как же какой же я сайт миротворец если я сам украинской грузины самый грузинский украинец как это может быть и мне друзья за сейчас мы за несколько дней решим никто не думал что это серьезно все знали меня как парня пропагандирующего украинскую культуру составляющего ударение правильно делать как с чего мы начали беседу и вдруг я снова дома и снова два с половиной года без работы но это невыносимо как считаете должны звезды шоу-бизнеса выражать свою политическую позицию не должны судя по тому как они выражают просто говорить что мы голуби мира голубые мира голубые мира голубые мира да я тебе это но выражение артист должен быть вне мы с вами вы хитро вы девушка вам не нужно участвовать в этих баталиях вы зовете лучшего за все время существования ходят слухи гостя и моими устами говорить что нет беспощаднее бессмысленнее войны беспощаднее бессмысленнее но артисты ни в коем разе только примирение я знаю александра иванова из рондо как только начинается политическая тема вот человек превращается чужой 6 и люди теряют облик человеческий а и моя мама говорила покойная бедная мегрельская женщина гугох янели у гроба нет национальности мама получившая гроб в городе сумы ничем не отличается от мамы получивший гроб в городе псков с тем только отличием что это разные стороны баррикад но их сыновей никто не спрашивал хотят ли они умереть или же и мамы пережившие эти как какая разница украинка она эстонка казашка или кто это неужели как так такое тысячелетие на дворе и убивать друг друга это единственный выход способ доказать свою правоту вы понимаете почему настолько популярны дани милохин маргин штерн чем они нравятся аудитории очень разных людей вы называете могу сказать вам по своему примеру чем гажа тем лучше чем чем омерзительнее тем лучше чем оскорбительнее тем лучше это давний закон шоу-бизнеса чем он почему так популярен ранний тарантино он взял и обосырал все самое святое он обосырал представление людей о мировой войне выставил клоуном гитлера сталина всех кого угодно из насилия сделал битву между динамовским киевским динамо и шахтером донецк или он сделал с темой очень священная тема и отношение к евреям отношений он сделал то что молодые футболисты шахтера сделали с реалом меня точно повернут назад я даже этот матч помню он поглумился над этим настали времена ну а я проверил еще в 90-е когда ты оскорбляешь валерия леонтьева у тебя больше шансов на успех это же ям предтеча моргенштерна но я делал это как мне показалось прочитав книжки с каким-то изяществом но чем больше глумление над авторитетами тем больше шансов у тебя на успех вы называете разных людей милухин это еще присовокупившаяся история про брошенность мамой про сиротский дом что не дает покоя сейчас андрею разину и ласковым мая не не сравнивать шатановым юра история одна и та же ах он еще и одинокий ах у него и братики и вот это ну этот лозунг залетевший из америки разбогатея ли сдохни это философия вы называете разных людей милухин сирота мургенштерн вот где я вас всех видел до порты вот это да у нас всех послал а кого еще послал всех кого христоса путина те на него до него не обращают он никто для них но в городе барнаул лебен видел чиренин президента на ура блять песни одна говенье другой чмо редчайшие склизкое выпал же выпал 6 6 чрева чужой свиноматки 7 блять но 6 6 6 доедет до вас еще увидите что-то я попал в ростове ростове я попал где я был нет минске вот так ну как и знает что на его охраняют 45 человек помножьте богдана титамира на палату номер 6 то есть милухин в этом плане более интеллигентный и хорошенький более интеллигентный говножуй ну такой чмореныш тот змей а этот змееныш но здесь проблема в другом сколько лет вот вы вот вы 18-летняя рамина даете жизни и тому и другому на сцене сколько лет смотря как будут развиваться а тарик давай сейчас при всем уважении к певцу виталию козловскому он до сих пор думает что он певец он хорошо поет о хорошо виталий козловский у нас тоже есть данил козловский ему тоже идет фамилия так блестящая шутка оценила так смотря как будут развиваться я скажу вот вот смотря как будут развиваться не слишком ли вы юная 18-летняя рамина фундаментально формулируете насчет бараньих какашек своей мысли я уверяю вас что когда мы будем писать интервью уже в киеве часть вторую так мне самому придется напомнить вам про этих персонажей хорошо потому что в те времена когда был богдан питомир это было половодье имен как будто дамбу прорвало а теперь интернет если он написал в первый ряд партера значит этот накакает следующий и превзойдет его 3 и то и другое а 3 дождется момента когда увидит первого второго одного прыгнет пирочным ножиком а второго обдаст писулькой струей и он надругался он вчера над кумирами теперь новый король что касается милохина я не вижу крепости духа он же маму дитя если у юры шатунова внимание зарослые зрители ходят слухи поймут меня был андрей разин занимавшийся им то здесь я спрашивал у коли баскова сделавшего с ним совместный проект как ты будет а бросили на произвол судьбы этот дом уберет собянин тик токовский там какой-то но этот жанр выщерпать себя что они будут делать приученные к деньгам и что дальше надо как-то трансформироваться будет но для того чтобы трансформироваться нужен старший товарищ есть ярослав андреев очень хорошо зовут парня судя по всему завседата гей-клубов не ярослав андреев не нормально то есть деньги считает их да он изначально был богатым когда связался с ним а он помогает до владелец агентства вайл джем ну хороший мужик какие слова знаете барышня и мы вот эти имена будем вспоминать как жаль что жаль ну этот перепил и сдох мороз а второй стал наркоманом к сожалению большому я это произношу к сожалению и я буду первым кто будет рад ошибиться вы завели свой youtube канал зачем поспорил мне сказали что у меня будет сто подписчиков через восемь лет я сидел в кафе куда сейчас после вас собираюсь ехать на съемку я сидел кафе человек не говорит а мне больше лет чем надежды крупской которую я хоронил вместе с украинскими друзьями я развернулся что подписчиков будет через пять лет может быть человек 100 с твоей манерой говорить это отжило свое и кто хочет сказать что я построю предложение с депричастным оборотом и в стране не найдется тысячи человек и оставил на маленькую цифру да ты что эта ниша занята пивоваровым да занята тем я говорю а какая какой срок вы мне даете чтобы мы поставили деньги на кон и чтобы поспорили они дамы а тарик мы маркетологи ты никогда не будешь иметь больше ста подписчиков это это будет твои родственники а там сидели две красивые девушки 90 плюс меня человека научившего стивена спилберга продюсировать и снимать кино меня научившего жителей города хмельницкий мыслить меня учить научившего дмитрия гордона ставить перед союзом чтобы запятой какие-то сосущие головы подозревают том что я не наберу подбить а какая цифра будет исход ну если у тебя будет через год 50 тысяч мы удивившись скинемся по 5000 евро прошел год один месяц у меня 153 пока вы доедете до киева будет 157 деньги я у них уже отобрал более того я ел при них и чавкал и него невероятно невероятно он победил нас я не играть единственный канал в россии говорю специально для вас гораздо раньше меня покоривший интернет единственный канал в россии видео канал youtube канал не покупающих подписчиков голоса нет я говорю вам вот именно в россии я говорю вам ранее моего поселившиеся в этом появление в что было дальше ну да понятно но и там 100 тысяч может быть но не бывает четверг 100 тысяч а утром 5 миллионов ну я же знаю кто это я говорю я поклялся с пацанами сидели нас четверо выпуск стоит 10 тысяч рублей мы снимаем как cnn я говорю ни одного покупного человека ни одного буду побираться я соберу эти деньги и проиграю спор отдам но ни одного и когда цифра настала я сидел каком-то кафе мне звонят едем за деньгами я раздал этим пацанам деньги зачем рекламируете ставки на спорт деньги это деньги знаете что за такое канал закрывает и что это вообще считается зашкварным и блогер да конечно прекрасно знаю что это вот это я на рудковской только деньги только восемь моих детей и однажды когда он был живой сергей сергей как ведущий радиоведущий который погиб на мотоцикле эти как тоже правда руб даренко даренко говорит я говорю в интервью его спрашиваю тоже не взял меня на работу когда я был безработицы когда я в киев уехал работать я говорю а что вы сделаете ради того чтобы кормить детей если вы безработный убью человека он несколько я ехал домой думаю ничего себе убить детей убить ради детей человека нет на это я не способны отчитать прогноз ставка тв доход 300 день затем потом этот каково снимается как придаток это компания то предоставляет мне площадку это спор родился это ставка тв сама контора но то что это считается неприличным я звездно слышал но очень мои люди дети любят жрать по 20 раз в день очень любят жрать если вы увидели сладкие мордашки жрать любят все от картошки фри сука не остановишь ни одного и любят знаете что мои дети красиво одеваться еще в 2012 году вы писали вы за ксению собчак не беспокойтесь она придумала себе новую забаву она теперь журналист эту барышню не остановить конечно смотрите ее канал осторожно собчак конечно я смотрю осторожно собчак конечно а почему вы спросили именно про ксению а сейчас дальше разговор вы понимаете почему собчак критикуют путина и ей за это ничего это удивительный вопрос если бы мой папа был дружен с владимиром путиным я первый бы на красной площади кричал сатрап выходи я с тобой разберусь один на если бы кориосным моим был бы путин ну конечно я понимаю прекрасно ну и послушайте наши всячески отрицают эту информацию а чтобы вы делали на ее месте подакивали бы я не на ее месте не вы как-то с сожалением об этом сказали я бы на вашем месте гордился вы красивая самодостаточная девушка зачем вам я думаю она делает карьеру с точки зрения технологии блестяще с точки зрения технологии по головам это близко к анделаке по головам но конечно любой мыслящий человек понимает что путин этому семейству благоволит ну что мы дважды два будем изобретать понятно что он благоволит ее маме наруса они он был замом али анатолия собчака действительно выдающегося деятеля мы не будем отрицать его значительности ну конечно путин ну пусть знаете где было интересно на них всех смотреть когда путин выиграл выборы и они приехали к нему все за один стол участники увижу как увижу отара увижу отара суку разорву на потом я появляюсь где-нибудь отар видел твой эфир ты превзошел себя вот так же они к путин попаду к путину скажу ему прямо старик верни крым твой попали владимир очень приятно на чем ты говоришь ну нужно чем ты единственный кто с ним кстати по-человечески говорит владимир соловьев вот по я имею ввиду интонацию вот владимир соловьев в 2011 году в программе у гордона вы говорили о том что не удивитесь что ксению собчак можно будет наблюдать в госдуме почему все-таки журналистские амбиции победили над политически а почему победили просто набрала ноль целых ноль десятых эти ноль десятых проплатил я чтобы не совсем были на ли одни уровень вечной мерзлоты нет не победили вы пока не закрывайте эту страницу все вот этот охотный ряд где находится это катакомбы так палата номер 6 возбегнутая там на одна общая на всех вы понимаете я ведь был дружен с таким человеком вы поймете сейчас и вектор разговора как пётр толстой я ведь прекрасно дружу то что говорит сейчас 5 5 5 петя толстой мне кажется он говорит под опиумом он никогда не был такой он был одним из самых тонких светлых людей которых я знаю что-то они хотят там кроме власти и денег какое-то место есть как орбита которые или бермудский треугольник там пропадают люди но если вы думаете что там исчезли амбиции но перестанет она делать осторожно собчак куда дальше снова в политику конечно и даже мне будет весело потому что все таких городских сумасшедших все меньше и меньше а я с детьми засяду где-нибудь я покажу коплю денег мало кто знает что я пока делаю вид что бедный чтобы не раздражать певицу валерию я пишу денег у российской экономики коплю их я вот засяду и скажу вот помню вот с этой дурой вот так был и будут детям рассказывать как она вернется в политику я убежден в этом всем больше меньше успешные артисты сделают попытку пробраться туда я не понимаю зачем нет я понимаю деньги власть я понимаю это ну понимаете видите ли мой неприлично юный друг есть вещи которые веселые по мне любая запись программы это веселье не ни в коем разе не говорю что это не серьезное предприятие но я обожаю когда люди улыбаются при появлении моего и бальничка когда я вызываю у людей как с ним легко и просто зачем в общем нелишенным разума людям видится мыслиться депутатский мандат мандат как сертификат состоятельности я не понимаю значит семье было что-то не в порядке значит родители были не те если бы мои мама и папа узнали что я пошел депутаты они бы из гробов стали сняли бы ходячие мертвецы 37 кутаистский филиал а вам не предлагали стать еще когда еще она не родилась и когда еще не пошла работать дом 2 мне уже прилады предлагали все я боюсь вы мало представляете поскольку вам 18 год сейчас что такое были акулы пера я не мог про улицы пойти вот после интервью чтобы от вас дойти до машины я бы во времена купера не дошел для машины потому что меня рвали молодые девушки 65 лет не рвали на кусочки конечно мне предлагали при такой популярности но всегда меня спасало то что я мама это говорила вовремя правил прочитал жванецкого чувством юмора у меня всегда все было в порядке ну какая ну посмотрите ну как ну как я буду депутатом ходить я же не долбоеб ну как я буду что-то закон димы яковлева принимать вот представьте я принимаю закон запрещающий людям усыновлять детей ну за кого вы меня держите чтобы меня считаете фашистом или чтобы я дети где пришел детям спасаем байкал нет это не важная задача спасать байкал и мои дети меня спустят как же так как ты мог проголосовать за что я скажу за то что это лишние 2 миллиона рублей которые меня подкупили мои дети не поймут этого мои дети понимают когда я придурок они обожают меня придурком вы дважды встречались с путиным что это были за встречи и это было до ваших знаменитых фраз про него понимаете когда человек говорит такие вещи такого уровня как я говорю про крым про конечно человеку приносит распри что а что он сейчас делает его давно не видно он работает там-то как бы вам объяснить что вы пересказали о алене зеленской это чтобы она ошалелась в конец люди которым говорят ну это а-та а-тар а-тар который помните который сказал что это не наша территория что мне с ним сделать он появился в зале и я вижу по лицу того чью фамилию вы назвали совершенно неприкрытую симпатию ко мне ну совершенно неприкрытую они все мне симпатизируют от президента до я говорю вещи чудовищные с точки зрения ну а просто вот как я говорю вещи противоречия но они ничего не могут собой сделать в игре да это а тарик я про эту фразу что вы сказали что путин не ну а он преступник вот встречи вас все равно или после все в после 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 все равно улыбка но я ему не ровня ну понятно что он там это но по-человечески говорю вам я ощущал я ощущаю симпатию но отличие мое от гниды которая на моем месте ощутив попросила бы профиту в том что я никогда не попрошу монетизировать эту симпатию ну как придворный шут назвал меня ублюдком где он вот он но ничего не могу с собой поднять а тарик с его рожей а что это были за встречи что вы обсуждали нет не обсуждали это как с журналистами общие коллоквиумы синклит и общее награждение дипломами знание мэрии то есть официально нет 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 вот чтобы легитимное нет я все время крутился потом мне все время хочется ущипнуть всех на ваш взгляд в россии есть достойный кандидат в президенты и может ли это быть навальный нет это не может быть он это не может быть навальный история с депо это не может быть навальный при всем человеческом сочувствии к тому что с ним делают и так далее знаете как же что я заметил при всем человеческом сочувствии вот какая история в этом деле по оскорблению ветерана в его безнаказанных речах уже сквозит и такой ну он знает что им восхищаются за это он посылает например прежние судьи ваша честь которые с ним хамски обращались он им таких вещей не говорил когда я приду к власти мы вас найдем и как ну в нем есть что-то настораживающее есть такой фильм рекомендую всем вам включая все время хихикающему моему товарищу там миссисипи в огне есть фильм и герой говорит второму герою с этим парнем про ублюдка с этим парнем что-то не так делает паузу и продолжает он слишком самоуверенный с ним что-то не так он слишком самоуверенный это великая оценочная реплика мне кажется мне кажется великая оценочная реплика мне кажется что он не готовый для такой роли и я не могу вам сказать кто готов он не готов что-то мне кажется в нем при всем при том что он не должен сидеть тюрьме в нем есть опломб по отношению к людям снобизм помноженный намного но он точно не президент президент я если бы фамилия была иванов взятки в любой валюте мой первый день взятки в любой валюте первые указ бабушкам дедушкам поднять в 400 раз расстрелять депутата в госдуме мне кажется я очень миролюбивый паренек и валюту в любой даже в молдавских леях мешками нахуй на россии а вот в россии нет это не майдан это не оранжевая это не революция рос тем более в россии нет если вы спрашиваете про человеческое мое отношение к этому молодых людей бить нельзя дубинками нельзя бить молодых людей это мое человеческое убеждение как в минске нельзя бить женщин вышедших живой цепью опоясавших площадь ну бить женщин вообще кто поднял тот подписал себе приговор он не рукопожатный а бить детей парней вот этим всем это просто своих же свой народ бить нельзя ни в коем разе но вы меня спрашиваете могут ли они послужить катализатором перемены участи россии нет нет это будет до конца дни его его до конца дни что очень устраивает наверное я понимаю ввязался в драку дирись владимира соловьева и очень не устраивает алексея навального но как показывает опыт хабаровска они бились 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 прислали лдп ровца михаила дегтярева я вижу полгода спустя совершенно спокойного михаил дегтярева на теперь называют его лучшими его губернатора здесь люди привыкают ко всему как я по человечески отношусь очень сложно лишь бы он он и силовые структуры не распоясались но и там ведь исполняют приказы но если вы смог ставите вопрос так послужат ли уличные протесты поводом причиной детонатором переменной власти нет вот мой вам ответ тогда другой вопрос может ли в россии вот как в украине стать человек из шоу-бизнеса либо не сферы политики президент нет нет по провалу на выборах той же собчак только вну говорят она вошла в четверку там нет все-таки шут гороховый а это высокий статус сейчас шут гороховый алла пугачева это статус это никакой шут гороховый я а вы не видели со мной ходят слухи с раминой это же просто шедевр нагиев третью ночь не спит это уметь нужно это делать но шут гороховый не в обиду еще раз чтобы меня снова впустили в украину шут гороховый это статус группа крови днк никогда в россии не возглавит государства никогда никогда вы все-таки были у дудя нет я не был юрий дуть мой ученик в какой момент испортились отношения я не был у него если вы имеете запись программы да мы в одной программе нет я хотел разозлить его разозлить его а теперь понимаю это вот чем дальше в лес тем больше знаете после чего я понял что мы совершили пламени не после того как киселев там утер нос и как я с большой симпатией отношусь к юре с киселевым сложно да сложно он же как и я демагог и без капли тормозной жидкости только я обаятельный он хуйло и рад вся разница между нами двумя демагогами он когда мы с ним знакомились я болел за кулисами ударе головой на ударе головы я видел что вот есть такое свойство мы обсуждали это с лерой кудрявцевой ну как вот вот зеркало прежние времена вот теперь после переменной участи как фильме жившие и скончавшиеся в одессе киры муратовой великого режиссера украинского украинского не вашего украинского блять вот раньше 40 секунд на все это теперь два сейчас сделаю еще одно интервью на поменяешь шейный поток куда едем потом уже это все грузины проходили после революции октяк 17 года деньги отсутствие самоиронии чувство юмора и там в интервью с сигаревым сигаревым сигарев сигарев муж яны трояновой чтобы человек не говорил при таком штате знаете я сам себе швец и шинец и надудей и грец при таком штате чтобы человек не говорил убеди его вырезать из программы что она расхотела меня как мужчину убеди это сделать убеди парня хорошего это сделать потому что и женщина не поймет этого всего и ты выглядишь полным мудаком но если такую цель ставить унизить хорошего парня дуть он блестящие и и выполнил потом я не ожидал от него документальных фильмов не ожидал и мне казалось что его запал репортерский но я понимаю влияние в курса евро и курса доллара я очень хорошо понимаю вы спрашивали меня про ставка тв просто я старше намного юры и я знаю что будет дальше я просто знаю это и на его месте конечно позвал бы меня чтобы я вернул ему понимание того из чего это в профессии состоит а там как бы хрипот это вам молодым нравится вот но вот вот это я научил его вот это вот скажите сколько вы зарабатываете скажите ну вы же разве вы там не видите а тары но это же а тар в каждом же на раннего тара кушанашвили скажи чтобы ты спросил у путина окажись ним а просто такой приличный вариант индивидентный да но пусть он 30 лет побудет первой сотни не выпадет оттуда вот тогда поговорим я думаю что это неизбежная встреча знаете как когда он позовет меня как лера кудрялцева когда убедиться что интересных гостей нет играть кого же вспомнить программа погибает оттар тогда нулевые рейтинг как малахов говорит 0,0 и я вспомнил что ты мне говорил про любовь к алексею глызину по хулиган на программе а что сделать ты можешь залезть на стол и станцевать а зачем ты шепотом про это говоришь я скажу тебе удивительную вещь я и без тебя собирался это сделать станцевать иначе какого хуя и сюда пришел и вот это вот это вот беседа с ним была бы очень интересной я бы потом убедился правильные выводы делаю или нет очень тяжело бежать марафон вот вот она какая штука с дудем связаны с этой генерации моргенштерна молодых я никогда не забываю про людей которые были рядом никогда как в ресторанах мишенька тищенко я воровал салфетки и хлебушек чтобы я же помню как он не наливал вискарик хороший как он тепло ко мне относился гордон вызвал мне на интервью вперед безденежья а я не излагал уже тогда лучше всех и уже тогда я излагал и я вышел с этими деньгами мне помощница его дала и стал считать этому маленькому купим это маленькому я ходил по киеву вот так вот как конан макгрегор пока ему в рот не дал нурмагомедов вот так и ходил заработал эти деньги и гордо он знал что я безработный и помог мне незначально а такие люди есть в вашем списке у у этих молодых у них нету поэтому они не так ценят гран-при сан-ремо как я пишите ребята свои комментарии понравилось ли вам я не просто прошу я молю вас не выбирая слов выражение мой адрес к ней она не замужем оказывается не соблюдайте политез писать самых ругайте последние словами мое отличие от других том что я читаю каждая самая ругательные слова но помните всякий имеет право на свое суждение если я ошибаюсь я вас обидел чем-то приношу извинения но мы с незамужней узнал в конце программы и красивейший мы ждем от вас суждений самых резких нелицеприятных от вербального жанра малахова не знаю этого слова и эпистолярного до роликов присылайте на адрес программы ходят слухи я тоже и к она тем более внимательно препарирует изучит исследует спасибо вам большое и вам спасибо спасибо большое спасибо большое всем